Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди. Добро пожаловать на мой канал, канал на который вы подписываетесь ради ежедневных видео о криптовалюте. Вы наверняка не раз уже видели прогнозы, что биткоин будет стоить 100 тысяч долларов к декабрю 2020 года. Некоторые люди отметили, что такие прогнозы слишком оптимистичны. Поэтому я решил сделать это видео о том, как биткоин вернется хотя бы к своему старому историческому рекорду в 20 тысяч долларов. Итак, 5 причин, почему биткоин снова достигнет 20 тысяч долларов. Главная причина, по которой биткоин снова достигнет 20 тысяч, состоит в том, что дефицит биткоинов действительно начинает увеличиваться. Совсем недавно было добыто 85% от общего количества биткоинов. На момент этого видео осталось добыть всего 3 133 188 биткоинов. То есть осталось менее 15% биткоинов. Также остается меньше года до следующего халвинга. Награда за блок упадет с 12,5 до 6,25 биткоина. Следующий халвинг произойдет уже в 2024. С течением этого времени 9% биткоинов из оставшихся 15 будут намайнены и останется всего 6%. После 2024 дефицит будет быстро и резко увеличиваться. И многие инвесторы в розничной и институциональной сферах начнут осознавать это. Вторая причина, по которой биткоин снова достигнет 20 тысяч, заключается в том, что спрос и использование биткоина стремительно увеличивается. Причина номер 2 тесно связана с причиной номер 1, поскольку одна из них связана с сокращением предложения, а вторая причина указывает на увеличение спроса. Снижение предложения и увеличение спроса сигнализируют о повышении цены. Экономика 101 во всей своей красе. Общее количество транзакций в биткоинах просто взрывается. Эта цифра составляет почти 450 миллионов. И это еще более впечатляет, если задуматься, что в течение трех лет с 2009 по 2012 биткоин смог преодолеть только 5 миллионов транзакций. Также рост использования можно увидеть и по среднему количеству транзакций в день для каждого конкретного года. Мы видим просадку только в 2018 году после сумасшедшего 2017. Но в 2019 году, который еще не закончился, этот показатель вырос и превысил отметку 2018 почти на 100 тысяч транзакций. Число подтвержденных операций в день в среднем соответствует графику количества биткоин-кошельков. С 8 миллионов во втором квартале 2016 до 40 миллионов ко второму кварталу 2019. Но почему увеличение количества транзакций в день и кошельков сигнализирует о том, что биткоин вскоре вернется к 20 тысячам долларов? Существует еще одна диаграмма, на которую мы должны обратить внимание. Это экспериментальная метрика, которая используется для измерения количества и качества активности в сети биткоина. Которая называется индикатор ТААР. Мы уже когда-то его упоминали. ТААР это отношение объема транзакций к количеству активных адресов. Проще говоря, этот индикатор берет 24-часовой объем транзакций биткоина в долларах США и делит на количество активных адресов. Это дает нам понимание того, сколько каждый активный адрес тратит на транзакции в день. И этот показатель достиг своего минимума в 2015 году. И стал тем самым сигналом, по которому многие трейдеры поняли, что это был конец того медвежьего рынка биткоина. Качественные и количественные показатели сети биткоина стали увеличиваться. Это видно по серому графику вот здесь. Теперь мы видим такую же ситуацию. ТААР опустился на дно в 2018 году и с этого момента он начинал расти. Возможно сигнализируя о том, что рост цены биткоина будет устойчивым до тех пор, пока активность сети и ТААР продолжают расти. Третья причина заключается в том, что рынок по-прежнему сохраняет целую кучу ликвидности и щиткоинов, которые в конечном итоге рано или поздно будут переведены в биткоин. Так как альткоины по-прежнему находятся под доминированием их большого папочки биткоина. Биткоин, который движется к отметке в 20 тысяч, будет единственной монетой, которая будет править ими всеми, прямо как кольцо во властелине колец. Альты будут продолжать страдать. Вот это маленькое падение доминирования биткоина выглядит манипуляцией, по-видимому, так оно и оказалось, ведь доминирование биткоина снова продолжает расти. Рынку необходима новая партия новичков, которая будет покупать альткоины. Но где они? Немного же новичков пришло на рынок, даже несмотря на то, что биткоин снова превысил важную психологическую отметку в 10 тысяч баксов. Многие держатели альткоинов сегодня мечтают о том, что вдруг появятся люди, которые желают купить эти альткоины подороже. Так же, как эти сегодняшние держатели купили их в свое время в 2017 году. Ничего себе, я завернул, надеюсь, вы поняли, что я имел в виду. Думаю, мы не увидим свежую партию новичков, пока биткоин снова не пробьет свой прошлый рекорд. Странная ирония, чем больше крови пустят альткоинов, тем быстрее мы увидим новый, так называемый, сезон альткоинов. Ведь чем сильнее будут падать альты, тем быстрее люди будут переходить из них в биткоин. А после пробития исторического пика биткоина, альты зашевелятся. Логика такая, чем быстрее кровоточат альты, тем быстрее биткоин вернется к 20 тысячам долларов, и тем быстрее начнется еще один сезон альткоинов. И я все еще придерживаюсь мнения, что биткоин будет контролировать от 75 до 80% от общей рыночной капитализации, когда будет стоить 20 тысяч долларов опять. И это приводит меня к четвертой причине, почему биткоин снова достигнет 20 тысяч долларов, и она связана с альткоинами. Две криптовалюты, которые соревнуются за право называться настоящим биткоином, биткоин кэш и биткоин св, вместе контролируют 7-8 миллиардов долларов. И если бы эти форки в свое время не произошли, эти деньги находились бы в капитализации биткоина. Но к сожалению или к счастью, форки действительно произошли, и поэтому эти две криптовалюты существуют. Но насколько долго растянется их существование? Даже если биткоин, св и кэш останутся криптовалютами, которые будут работать на Proof of Work, по моему мнению, они не будут существовать долгое время, потому что майнинг сообщества показывает, кто, по их мнению, является настоящим биткоином. Этот график наглядно показывает вам, насколько более привлекательной является сеть биткоина для майнеров. Ну тут, по-моему, даже комментировать нечего, но я все же дам пару комментариев. 31 июля майнеры биткоина заработали 540 тысяч долларов на комиссионных за транзакции. Кстати, многие спрашивают, а что будет, когда последний биткоин будет добыт? Майнеры покинуть сеть? Нет, ребята, они будут работать за комиссионные. И, скорее всего, курс биткоина тогда будет таким, что эти комиссионные в долларах будут достаточно значительными, чтобы стимулировать майнеров поддерживать сеть. Это, кстати, еще одна мини-причина, почему биткоин в долгосрочной перспективе будет расти. За последние 365 дней майнеры биткоина св и биткоин кэша заработали только 130 тысяч долларов. Вместе взятые, вместе взятые, ребята. Биткоин-майнеры доминируют в сфере Proof of Work, в то время как цепочки биткоин-СВ и биткоин кэш уязвимы к атакам 51%. В случае, если кто-то проведет такую атаку на блокчейны СВ и кэш, этим проектам, возможно, придется отказаться от Proof of Work в пользу другого способа работы. Такой шаг окончательно уничтожит все их посягательства на право быть настоящим биткоином. Так что, когда это произойдет, это будет очень хорошей новостью для биткоина и, несомненно, вызовет рост его цены. Итак, последняя и пятая причина, которая никак не связана с фундаментальным анализом. Как вы, наверное, знаете, я не сильно люблю технический анализ, искать точки входа и выхода, иметь дело с комиссиями, вводами, выводами, блокировками банковских счетов до разбирательства, запоминать данные от одной биржи, второй биржи и так далее. Ведь это большие головные боли, которыми я не хочу забивать свою голову и на которые у меня просто нет времени. Поэтому я больше инвестор, чем трейдер. Я просто нахожу крипту, которая мне нравится и чрезмерно много ее изучаю. Но я писал об этом в своем телеграме уже не раз, ссылка на который будет в описании под видео. И все же я все еще смотрю на графики, только потому что хочу быть в гармонии с рынком. Еще они могут помочь взглянуть на будущее движение цены. В краткосрочной перспективе я все чаще начинаю видеть паттерны, которые вскоре показывают движение цены вверх. Я имею в виду, что если просто посмотреть на график цен с января, вы видите, что то, что происходило в прошлом месяце, например, уже происходило раньше. Сейчас движение графиков очень схоже с тем, что происходило в середине мая, когда биткоин находился в диапазоне от 7 до 9 тысяч долларов в течение примерно месяца, прежде чем он взлетел до почти 14 тысяч долларов. Если вы возьмете ценовые движения в прошлом месяце и поместите их на движение цены, которое происходило в мае, то линии будут очень близки друг к другу. Если увеличить этот период и сравнить его с недавними колебаниями цен конца июля и начала августа, то не заметить, что графики выглядят очень похоже, сложно. Похоже, что памп совсем близко, а последний поднял курс с 8 до почти 14 тысяч долларов. И куда же нас принесет следующий памп? Что же, давайте заглянем в хрустальный шар и увидим. Этот пост был опубликован 21 января, когда биткоин стоил всего 3600 долларов. Здесь сказано, что дно было 15 декабря 2018 года и что мы уже находимся на бычьем рынке на тот момент, а также находимся на стадии накопления последние 3 месяца. После чего мы будем медленно подниматься и подниматься, а дальше будет взрыв. Я даже не поленюсь сравнить этот прогноз с реальностью. Апрель 2019 5300 долларов по прогнозу этого человека. Если мы посмотрим на график, то видим, что биткоин рос с 5000 до 5600 на протяжении апреля, но в основном цена болталась в диапазоне 5200-5300 долларов. Далее в июле по прогнозу этого человека биткоин будет стоить 9200 долларов. В июле биткоин достиг отметки выше 13000, но затем он вернулся и в начале июля все-таки стоил 9000 с чем-то тысяч долларов. Следующий прогноз 16000 в октябре, а затем 29000 в феврале 2020 года. Посмотрим, оправдается ли. И последнее, что я хотел бы вам показать сегодня, это stock-to-flow ratio для биткоина. Stock-to-flow ratio это соотношение запасов актива, то есть сколько уже есть к потоку, то есть сколько будет создано за год. Я уже в нескольких видео вам о нем рассказывал, поэтому долго объяснять значение этого показателя не буду. Если хотите посмотреть о нем более подробно, посмотрите этот ролик. Ссылку на него я оставлю в описании. Дело в том, что этот показатель немного изменился. Как мы видим в этом видео, 22 июня 2019 года, соотношение запасов биткоина к его потоку прогнозировало около 60 тысяч долларов за биткоин после халвинга в 2020 году. Сейчас же, как мы видим, эта цифра увеличилась до более чем 100 тысяч долларов. Ссылку на эту модель я оставлю в описании, чтобы вы могли изучить ее самостоятельно. А на этом у меня все, надеюсь видео было для вас информативным и полезным. Если это так, не забудьте поставить лайк. А меня зовут Богатейший Ди, подписывайтесь на канал, телеграм, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»